Здарова, народ! Вы на канале Мамс Мэджик, это шоу Сетап Тар. Блин, знаете, мы чисто шахматная партия просто. Пелы ходят первыми, давайте. Я уверен, она же с этой мыслью засыпала. Завтра про шахматы скажу. Ну что ж, ассаламу алейкум, всем здравствуйте. Блин, вообще, рахметикен, то, что в 18.30 сегодня еще в среду, да, пришли столько народу. Вам делать нехорошо, да, получается? Всем спасибо, мы очень благодарны. Мы вообще настраивались на 5 человек, типа 5-4, и как раз вот нормально будет. Это я еще с операторами считаю, типа, если их трое. Что в конце выскочить, стенка на стенку, если плохо все получится. Я новогодние носки надел сегодня. Хорош! Потому что настроение, это единственные чистые носки, настроение чистое. А я купил белые Джордана носки, и это я не выпендриваюсь. Ну да, ну да. Подожди. Я купил их, и я попросил длинные, и они такие... Ты можешь еще там в яйцо? Извини, Дорига, извини, извини, но это оригинал, если что. И вот смотрите, они длинные. Я думал, они вот здесь закончатся в какой-то момент. Я думаю, в баскетбол теперь играю. Там буква Z, я правильно понимаю? Нет, 23. 23. Я могу начать. Это буквально недавно со мной случилось. Меня узнают сейчас. Мне безумно нравится это. Каждый раз кайфую, каждый раз фотоюсь и думаю, господи, я как Бионс. Но недавно я сидел, кушал, и тип меня узнал. Он заходит в кафе, и он заходит вот так вот. Бля, как будто сталкача Жигули заводит внутри себя. И вот знаете, люди, у которых нет такта, он вот так вот руку на меня ставит и такой, ты же, да? Это же ты же, да? Я думаю, кто я? Мишень твою, которую ты пытаешься пробить. И он даже, в слов мне не дают ставить, он начинает, типа, а что ты, вот, ну, ты прям можешь, да, на казахском? А я могу на казахском, на бытовом и конфликтом. И в четвертом классе выучил Глунтапай Махнамба, и вот этим выебусь все остальное, все оставшееся время. И я такой, меня это разозлило, потому что, типа, он меня подстегивает, начал, можешь, можешь, можешь? Я такой, могу, любое слово скажи мне, я переведу. И он такой, банан. И я просто начал хавать дальше. Банан. Это был пировочек или какой? Почему он именно банан спросил? Ну, вот я сидел, я завтракал, там овсянка, банан, и он, видимо, на банан посмотрел, такой, банан. Просто он хотел банан. Надо кинуть в него банан просто. А вообще, знаете перевод банан? Я сам вот относительно недавно знаю. Кто знает перевод банана? Нет, я знаю. Я начал вот, вот, этот, не, сказал какой-то вот, тильжанаширэ, прям. Тильжанаширэ, боже. Честно говоря, не переводится. Нет, если кто думает, что перевод саргысык, это волк потахжигейнэнгэмэ, если что. Это не саргысык. Для тех, кто не сказал сцена, потахжигейнэнгэмэ, это преувеличение. Да, либо перевод, для тех, кто не понял, что это такое, это значит, не соответствует действительности. А саргысык переводится, как дословно, это типа желтый кривой. Нет, это неправильный перевод. Это постсиренический перевод. Мне сказал человек, который вот в филологии учился, мужик, он говорит, знаешь, как банан переводится. Кстати, он тоже ко мне подходил? Нет, нет, я про другого. Он говорит, мауз, говорит, мауз. Прикинь? Мауз. Как будто британец пытается мышь сказать. Мауз. Монитор жильблок. Мауз. Насчет узнаваемости, кстати, брат, тоже нет-нет. Бывает? Узнают, да. Нет, но я... Нет-нет, чаще нет. Нет, узнают, меня больше казахская аудитория узнает. Они на русском тебя спрашивают, как переводится. Мауз. Мауз. Уршасныч. Че, прям шаришь-то? Прям сулесеньбэ? Нет, но я недооцениваю свою, узнаю, все равно. Хотя уже можно, в принципе, уебываться, но я недооцениваю. Вот однажды вот с пацанами, короче, late night, знаете, ну, вот, где вот подряд бары идут же, вот здесь вот, да, вот здесь вот, вот здесь вот подряд бары идут, с пацанами что-то залетаем в один бар. И охранник говорит, эй, сианоми сынба заебал. И я понял уровень моей популярности, сианоми сынба заебал, уже нормально. Чем больше мата, тем выше популярность. Не, ну, однажды, вот, я доставку главу заказал и дома, короче, жду, курьера, короче. И, типа, без разницы, че там, я же у себя дома же, ну, типа, ну, это не мой дом, я снимаю квартиру, ну, типа, это мой дом считается, как минимум каждый месяц. Когда я плачу 30 тысяч, это мой дом уже считается, да. Я в трусах выхожу, чтобы вот это забрать, но я не в подъезд выходил, чтобы вы поняли, типа, из двери просто вот так открыть. И он говорит, брат родной, айдарман, стендап иметь? Я говорю, хорош, я тут в трусах стою, все, все, обрушение. И, типа, с одной стороны, тоже в таких ситуациях чуть-чуть надо, соответственно, одеваться хотя бы. Мне кажется, все стендап-комик просто в трусах. Ладно, это... Это то, что объединяет всех комиков мира, да, мы все в трусах. Не, мне один раз, короче, узнали, ну, вот, узнали так, что мне потом плохо было. Я, короче, вышел после массажа. Я так и думала, боже. Не, после массажа, который неприятный массаж, который вот этот лечит спину, понимаете? После которого ты выходишь и думаешь, я не хочу сюда возвращаться, но я заплатил деньги. И у меня закончился тариф на телефоне, нигде нету ни терминала, ничего, я не могу никому не позвонить, потому что у меня минус. Я не знаю, на что я подписан, но у меня постоянно забирает деньги этот ебучий билайн. Кстати, в зале есть представители, если что. Поговорим после. Заберите, вот с карты спешите у них 30 тысяч, просто так, пусть сидит, гадает, почему, пусть шоу. И я... Ебать, это что за тариф 30 тысяч, ну? Не, не, у меня не 30 списал. Это накопительно за годы, да? Типа у меня там 4 с чем-то списали, у меня минус. И я не знаю, как такси вызвать. Все, вот это состояние, когда интернета нет, ты такой, а как я домой попаду? Я даже не знаю, куда идти, Яндекс.Карты не грузятся. И я просто так стою и ловлю такси. И останавливается самая классная машина, которую я видел в жизни. Какой-то рейндж-ровер, у которого поворотники очень красивые. Ну, даже поворотники, понимаешь? Немного в будущее, которое показывают. Да, он подъезжает ко мне и говорит, о, я узнал тебя, садись. И я такой, хорошо. Ну, у меня нет выхода. Я сажусь, и я говорю, довезите меня, пожалуйста, вот до стендап-клуба немного. И он едет всю дорогу, хвалит меня, говорит, я так обожаю ваш стендап, все так круто. Вообще, можно ваш номер взять? Я такой, да-да. Может, единиц закинет, я не знаю. Может, он помочь хотел. И он записывает номер, вот так вот телефон. Я выхожу, и он такой, если что, будет концерт, я к вам приду, Евгений. Нормально, нормально. Бля, я так хлопнул. Мне кажется, ты к миру чуть-чуть слишком позитивно относишься, Евгений. Не, ну, типа, каждому номер давать тоже. Гони вы же, ну, типа, дай номер. А я не умею людям нет говорить. Это прикольная тачка, я писал, конечно. Самая лучшая машина, которую я видел в Алмате. Если эта машина меня собьет, я буду всем говорить, ебать меня, вот эта машина сбила же, бля, охутина машина. Вот, видите, это вот тот поворотник. Да, это тот поворотник. Не, меня знаешь, что очень повеселило, что это чистая слава, бля, он в этом плане такой несобранный тип, бля. Как можно выйти с массажа без баланса, бля, ну? Вообще, приоритеты не расставляет человек. Он из-за этого WhatsApp удалил, он всем раздавал свой номер, ему, типа, ночью спишь, нахуй. Мизец, просто. Женя, спишь, что ли? Мне один раз в 12 звонит какая-то девушка и просто кричит на меня. Отправьте мне видео, пожалуйста, где вы говорите вот это, вот это, вот это. И я такой, вы кто? Неважно! Отправьте мне видео срочно! И я скидываю трубку, и она звонит с других номеров. И просто с разных номеров говорит, скажите, что я вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, я там буду. Я такой, я не буду этого говорить. Ты меня заставляешь что-то делать? Ну, пожалуйста. Я спрашиваю, где ты взяла номер? И она говорит, не скажу. Это сотрудники Билайна из-за этого уже тебя списали же потом, потому что ты не отправил. Блин, по ходу, просто они раздают всем. Это услуга «Звездный Коток Пас» называется. Да, прикольно. Она потом, типа, в чат какой-то добавила в WhatsApp еще. Слава, отправь видео. Твоей маме открытки присылает из букв вырезанных из разных газет, знаешь. Отправь видео. А сейчас вообще на тарифы кто-то вообще обращает внимание? Ну, типа, раньше это было прикольно, типа, о, вот это выгодно, типа, чуть-чуть добавлю. Сейчас вообще как-то, ну, типа, у меня тариф, который вот уже, в Altel, Altel у меня, Altel, хаварлосный даже, Altel. Altel у меня тариф, который я вот 4 года назад, я сделал, вот, типа, Altel Extra, что-то такое там было, который в месяц берет 2000 и все, короче. И сейчас, типа, если я перейду на другой тариф, а вот этого тарифа нету уже, и, типа, я проебу уже, все. Да, да, да. И я из-за этого не хочу менять тариф, и, типа, все уже привык, короче. У меня есть кент, который до последнего сходил с Кимобайл. Вот это 8333, знаешь, звонки из прошлого. Я вообще не знаю, что это такое. Ну, это до твоего рождения было время. Советский Союз, Кимобайл, тяжелое время. Еще, я знаешь, что по тарифам вспомнил? Ну, что всегда есть такая тема, что они, ну, ты какой-то запрос делаешь, когда у тебя кончается. Только тогда же ты вспоминаешь вообще про это. И они такие, у вас осталось 6 минут на звонки и 800 миллиардов тысяч смс. Ну, ты уже такой, да иди нахуй, уже давно не надо. Ну, у меня WhatsApp, Telegram есть. Но я когда удалил WhatsApp, я с Мишей по смс-кам общался. Единственный долбич, который мне смс-ки посылал. Он и погода Алматы, клянусь, это больше никто. И то погода Алматы спрашивала, как дела, я писал, возьми с собой зонтик. Прикиньте, от тебя сообщение. Порывы ветра, Мишаня. Так что, да, тарифы. Я тоже из этого не меняю. Потому что экономить хочется, да, все равно? Ну, да, да. Даже если жахдай более-менее нормальный, ты такой, не-не-не, я вот эту лишнюю полторушку, блядь. Жахдай более-менее нормальный из-за этого, что тариф ты экономишь. Ты на эти бабки газуешь. Вообще, а что если перейти на рации? Ну, не, я серьезно. Смотрите, интернетом пользуются чисто через Wi-Fi. Везде есть бесплатный Wi-Fi. А вот на общении чисто... Миша, хавать едешь? Давайте две стакана возьмем и нить просто. Чисто вот так вот сейчас, да. Да, да ты. Да, я это знаю, оказывается. У тебя на ремешке вот это восемь стаканов подписано. Аманжан, Слава, Дарикат. Спишь? Возьми стакан, возьми стакан. Ты не тот йогурт взял, поэтому слышимость хуевая. Ты возьми этот, этот, Актимель. А вот это, возможно, видео же не только в Алмате же будут смотреть, да? Скорее всего, у нас подписчиков там что-то 35% в России или 40%. На какую камеру смотреть? На вот эту можно обращаться? Да, это твой крупняк. Если из регионов смотрите, например, Уралдан, например, вы смотрите, вот, из моего города, и вот вы услышали то, что Сява сказал, везде же есть Wi-Fi. Это только в Алмате. Сейчас вы подумаете, Уралдан, отрыв. И что за ход так же, не везде же? Я сразу говорю, все регионы. Он чисто про Алмату сейчас говорит. И то, не во всех районах Алматы, просто сразу. Знаете, по статистике, в Алмате самый лучший интернет в Казахстане. Изначально мой заход был о том, что, типа, я не знаю каких-то, ну, вот каких-то простых слов, оказывается, в казахском языке. Но я очень хочу... Банан – это простое слово. Банан – это очень простое слово. Но я всегда говорил банан, банан. Никогда не думал, что... Банан – это банан. Вот видишь? Моуз. И как мне вот понимать? А я так хочу говорить на казахском, среди казахов, потому что, когда русский говорит на казахском, бля, башню срывает. Это как... Я не знаю, как люди... Жизнь в мюзикл превращается, да? Вообще просто, ты только что-то сказал сразу, и иди сюда, бля, всех собирают. Посмотри, посмотри. А там тип просто тенге сказал, да? Да. Вообще, лайфхак для тех, кто не казахский, из другой национальности, казахстанец, если вы водите казахским, у вас такой карт-бланш, я вам серьезно говорю. Человека убьете, не факт, что вы сядете. Минимум, просто депутатом стать вообще изи. И вот лицо изи не такое, все такие, е-е-е-е-е-е-но. Пользуй, ребята, серьезно говорю, пока не поздно. Освойте это. Я придумал, надо, короче, нанять очень казахскоговорящего человека, микронаушник, и просто на зарплате его держать, понял? Чтобы он всегда тебе шептал в ухо. Аманжан уже готов. Нет, кстати, насчет микронаушник, я вспомнил одну тему. В студенчестве, я когда в Казгу учился, там в сессии, сейчас время сессии, студенты есть, кстати, сзади, поаплодируйте? Да. Вот, в сессии, когда я учился, в одно время одна девчонка, короче, с микронаушником залетела на экзамен, и нормально экзамен сдала, и когда уже вышла, она, короче, не смогла достать микронаушник, прикинь. Она где-то 3-4 часа напрягалась, короче, и я такой угорал, типа, прикольно было бы, если она домой пошла, микронаушник сейчас стоит, и там человек заебывает, Казахстан тариха нигде, мы тоже странно, блядь, заебал, а он дальше говорит, типа, физика зонтарная, блядь, хочешь заебал? Ей уже 30 лет, она такая, эти голота, блядь, что за батарейки, не заканчивайте с нами. Смешно. Вот такое вот. Не, ну я боюсь, что если бы мне казахскоговорящий носитель языка всегда в ухо шептал правильные ответы, он бы в моменте мог угорать, надо бы начать, знаешь, просто меня жестко поставить, знаешь. Ну обычно так и делают. Не, ну надо нормально, достойно ЗП платить, и все. Блин, с микронаушниками, вообще кто-нибудь надел микронаушник когда-нибудь? Был такой опыт у кого-нибудь? У меня было время, когда я носил мосвичку, знаешь, вот эту прическу, которую еще чуть-чуть, и ты женщина, вот эта прическа. Вот эта прическа. И да, я пробовал с микронаушником, прикольно, канал. Но действительно его доставать достаточно сложно. Я в какой-то момент вот эти пинцет, знаешь, вот так сидел, вот так, как будто операцию у меня проводили. А я еще для себя узнал то, что есть пинцет слово, вот эти вот очки мелкие. Пинцет? Почти как Мавис по силе. Почти как Мавис, да. Я не знаю, я обычный на наушники потерял где-то, наверное, миллиона три уже. Я не знаю, я каждый раз еду в тур, и я вот каждый город, я покупаю наушники, потому что я не знаю, где их оставляю. Да, еще знаешь, что на зит? То есть Слава, для тех, кто не знает, я могу рассказать подписчикам, что он, ну, жутчайший разгильдяй. Он все теряет в этой жизни, клянусь, у него, я лично два Айкотина отдавил. Кроме чести. Весь фокус внимания на честь. Я не удивлюсь, если в моменте такой, а где я оставил честь, бля? В туре. В туре честь я стою. В каждом городе. Насчет наушников я всегда... Это моя переживание, что видео сольет кто-то. Я хотел забить мысль, можно быстро. Он всегда теряет наушники, поэтому он всегда гоняет с проводными, у него всегда реально три-четыре проводных наушника, потому что он знает, что он их потеряет. И меня, знаешь, что поражает? Что иногда вот так в моей машине едем, он так открывает мой бардачок, о, наушники. И самое сильное в этом всем злит, что у меня тоже были проводные наушники долгое время, и ты же их вот так кладешь, вот так заматываешь долго, сорок минут, в чехол ложишь и достаешь, и все равно они вот так. Ну, как будто они своей жизнью живут, блядь. Тебе нужно AirPods купить, и как, пошли глянь, варежки были же, привязываешь. Да-да-да. Надо AirPods его так привязать, что вообще не будешь терять. И ошейник с номером телефона. Насчет наушников я, кстати, вспомнил... Бля, я что-то, кстати, дофига вспоминаю. Нормально? Много, да? Можно, да, вспоминать? Шоу такое же, да? Можно, да, вспоминать же, да, что-то же? Конечно, здесь мы ищем шутки. Эйрастана, когда в Эйрастану я, например, летаю, а я летаю, бывает, шукар. Я стараюсь выжимать максимум из Эйрастаны. Если я всю ночь не спал, и вылет до конца, и типа, даже если спать хочется, нет, я обед не проебу нахуй, типа, я буду ждать. И когда обед приносит, я хаваю, там наушники дают они, я наушники всегда забираю с собой. Это как трофей. Вот эти, которые штыки... Да, мне это даже, я не пользуюсь, ну, типа, как трофей для меня, типа, ну... Это как вот хищник, хищник есть же? У своей жертвы всегда же вот... Вырывается вот так вот, типа, вот так поднимает же. Это вот, я хищник, это вот трофей. Прикинь, твоя жертва, это вот этот, Свердеса. Я знаю, в чем меня забавляет, что... Мне кажется, даже если они током будут бить, ты такой, оно того стоит, нахуй, они бесплатные! Черпьем, Анжан! Не знаю, я ни разу эти наушники не забирал. Во-первых, вот этот штекер двойной, я не понимаю, каждый раз, для кого нахуй это делать? Не-не, там сейчас не двойной, сейчас такой же уже. Да? Один, да? Ну, а вот это не поменялось, да? Ты одеваешь, у тебя сразу ларингит. Сразу. Сразу у тебя мозоль какая-то. Если ты на экзамен с этим наушником придешь, блядь, все очень плохо, значит. Не, скажут, ты, ты, блядь, уходи, все, 300. Но в бизнес-классе, эй, Растан, я не летал, но я видел, когда мимо проходил, когда мимо проходил такой, типа, блядь, там грамотные наушники такие. Но их забирать нельзя, как я понял, да? Я такой подумал, а что никто не забирает, типа, их никто не забирает, походу, да? Братан, ну там не такие люди, которые пришли, блядь, пиздануть наушники. Блядь, я вот на бизнес-класс заранее куплю, я это сделаю. Там люди, которые летают в бизнес-классе, они пиздят в другом месте. Да. Хорошо, а? Хорошо, а? Это выпуск политический. Никогда он не выйдет, блядь. А я не про политику же? Нет, это вообще, в общем-то. А, все, все, просто. Они же могут пиздить, да, на мясокомбинате где-то? Вот этот тип, который бутылку разрезанной, яблоки хуярит с твоего огорода? Конечно, да. Они же могут в скате вот этот журнал спиздить, который Алдан Натурган, вот этот не нужно никому. Я вот имею базу казахского какую-то, да, какую-никакую, я имею, я умею строить предложение, и я достаточно где-то понимаю. В английском языке я понял свой уровень английского языка в Европе. Я был в Европе. Да, Слава не уебывается. Да, семь городов, семь концертов, солд-аут. Можно на секунду перебью, есть ощущение, что Аманжан такой, я Эйрастана, Слава такой, я в Европе, сейчас в моменте Аманжан, я же на Амарсе был, наверное. Вот Манимайк там выиграл. И, короче, я понял свой уровень английского языка именно там, это я соглашаюсь везде. Я просто говорю, all right. Я в Старбаксе заказываю Американу, клянусь, я ни разу не смог заказать Американу, у меня три раза капучино, и я такой, all right. Потому что я пытаюсь объяснить, что это not mine, и они такие, что-то, что-то, и я такой, а мы все не понимаем друг друга. И просто ухожу и не пью, я просто кормил эту корпорацию деньгами. Я ни разу не попробовал кофе, потому что у меня раздражение на лактозу и на диалоге, где я ничего не понимаю. Я просто отдавал деньги, но в моменте я понимаю, что мне надо говорить на английском, потому что я должен был поговорить с барыгой. И это, это, там, это закона, там декриминализация, это тут вы такие, оп, наркоман, а там вообще-то турист, культура, культура. Тут не курю ни в коем случае, никогда ни разу и не собираюсь, и вы не собираетесь здесь, курите там, где есть культура. И мне говорят, все очень просто, ходи под мостом и просто смотри в глаза типам, которые под мостом, и они типа выкупят тебя, и сразу все будут предлагать. И я просто, вот, час я хожу и заглядываю всем в глаза. В моменте на меня срывается афроамериканец, он такой, эй, what's up, man, what's up, man? Я такой, брат, брат, только телега у меня, давай, давай там общаться, если у тебя что-то есть. В итоге я понимаю, что он что-то агрессирует, я такой, ой, иди отсюда, мне не до тебя, мне надо срочно найти другого человека. Нахожу его, он мне передает траву, и я жму ему руку, и я думаю, а как из моих 12 английских слов сейчас собрать предложение, что если меня не будет кумарить, я тебе плохо сделаю. Плохо сделаю, очень. И я такой, if I don't feel effect, I'm fine, dude, Jamal. И меня так развеселило, что он в ответ говорит, хорошо. Я такой, ой, я не первый, я не первый, кто угрожает тебя. Я думаю, у тебя предложение вот так вот, if this is not all right, you are not all right. О, Аман-джан, надо вместе ехать нам. Но all right, брат, не всегда говори all right. Когда в Голландии, например, тебе скажут, I want to sex with men, там не надо говорить all right. Прикинь, I want sex with men, Ислава, if I don't feel effect, I will find you, Jamal. Вообще-то, Jamal Юрьевич. А что это за страна была? Это Голландия. Голландия, наверное? Да. Как они угадали, конечно. Не, подожди, да-да-да, Голландия. Да, Голландия. Под голландскими мостами, значит, двигался. Звучит, как какая-то поза в сексе, согласитесь? Ну, вообще, очень тяжело общаться на английском языке. Я не знаю, почему, у меня сразу хаос в голове. Как? Дом? Сериал. Я предлагаю Дарьгу послушать. Давай, Дарьга, послушаем тебя. У меня про бедность. А, я думал, у тебя есть что сюда добавить. Давай, Трамыславку добьем. Бедность — это хорошо. Бедность — это нормально. Да. Блин, я сегодня можно расскажу про бедность. Я такая мразь с утра. Смотрите, я утром встал, и мне девушка... Прости, пожалуйста. Девушка рассказывает историю очень трогательную, как она шла по Арбату, увидела бедных детей, и, типа, помогла им, ну, типа, еды купила, вся херня, и я что-то... И помогла им, и их убила, там. Дарьга сразу в крайность. Дарьга убил их. Свои эмоции. Она копит слово «смерть», «бедность». Весь негатив вывалит вас сюда. У человека сессия, что сделать? Она с ума сходит внутри себя. И, короче, она мне говорит, типа, вот, насколько я... Вот, я просто хочу передать, насколько я мразь. Вот, я... Она мне говорит что-то про детей, и я засмеялся в своей голове, потому что я в своей голове что-то гонял. Потому что дети смешные, реально. И вот она мне говорит, какого хера ты смеешься, бедные дети, это не смешно. И прямо наезжает на меня, и я такой... Да это вообще-то очень смешно. Это капец, как смешно. Она говорит, бедные дети, это не смешно. Я говорю, это смешно, представь. Блин, дети смешно, бедные дети еще смешнее. Да, бедные дети, это смешно. Представь, как ребенок дерется с голубем за хлеб. Это очень смешно. Я результат бедного детства. Посмотри, потрясающе, да? Так, короче... Когда вы говорите, я вот реакцию наблюдал. Из вот 30 человек, вот только вот эти вот. А остальные вот так вот... Они просто богатые. Нет, мы рассчитываем на вот этих подписчиков, которые настолько гниды, что в этот мир даже не выходят. Которые такие, бедные дети, да, 6 лайков. Куда, Регина, еще тут? Нет, да, вот про бедность. Кстати, дети же не знают про бедность. Ну, про бедность знают бедные дети в основном. Короче... Логично? Логично, конечно. Ну, например, мои одноклассники не знали про бедность, пока не стали учиться со мной. И... Я у них в столовую хлеб отнимал. Да. А ты насколько бедная была? Прям сильно? Ну, не знаю. Вот сейчас я более-менее самостоятельная. Ну, состоятельная еще. Я обожаю, обожаю русские дороги. Клянусь, я обожаю. Нет, реально, я сейчас при деньгахну немножко. А моя семья, ну, все еще осталось бедной. Не, я вот думаю, теперь, блин, если вы хотите разбогатеть, то бросайте семью. Но если вы против этого, то вы просто бедный человек, да? Ну, Доминик Таретто не одобрил бы, мне кажется, бросать А он же бедный, я просто не смотрел Форсаж. Я настолько была бедная. Выходит, что с дедоминик Таретто такой, по-любому, бабки, нахуй. Пизду семью. Да. Ну, все же есть один вот дядя, который тащит всю семью. Ну, у нас в семье это был мой отец, который тащил своих братьев, сестер. Дядя, который тащит семью, в нашей семье это был отец. Да. Э, Дяхан. Ты с семьей вообще калайрлоса. Вы, типа, хорошо общаетесь? Или... Или тебя выгнали. Да. У тебя попросили денег, чтобы жить, а ты сказал, у меня нет денег. Ну, блядь, ебают это, бедные суммы. Как там, почему так жестоко? Не знаю, спроси у них просто. А, ты не общаешься, да? Нет. Там, не знаю, даже сколько времени прошло, не общаюсь. А у тебя большая семья, дорогая? А, так. Ну, я старший ребенок, я спросил, не знаю. По-моему, был пахан. Нет, про бедность детей. Только бедные дети знают про бедность. И у меня была такая одноклассница, которая считала себя бедной. Ну, типа, она говорила, блин, мы в отпуск на море только раз в полгода ездим. Я думаю, что у вашей родители есть работа, отпуск. А ты подсирала там, ну, как по-бытовому как-то, знаешь? Типа, в колу ментос закинула, такая, да-да-да. Не-не, ментос надо покупать же, брат. Да, и колу тоже. Не учел. И колу тоже надо покупать. Корбит. Корбит, корбит, вот. Корбит можно на стройке украсть. Насадь в туфли, ну, вот такие варианты. А вот сейчас ты сказал, Дарья, вот сейчас я уже, ну, типа, нормальный, состоятельный. Да. Как ты оценишь, ну, типа, ты можешь полный баханди с фри прям купить большой двойник. Всем привет, я Мини Мишан. Коротко объясню вам, что такое баханди. Это казахстанская сеть ресторанов быстрого питания, которые готовят в основном бургеры. Состоятельность ты относишься к своей состоятельности, ну, типа, что можете заказать? Реально тебе вообще, ну, то есть, не в курсе, что там в семье происходит? Или общаешься, и ты для эффекта комедийного вообще? Если ты хочешь, чтобы мы об этом не общались. Я как будто у психолога сижу. Вообще это все из детства, Дарья. Да. Прости, мать. Блин, нет, все хорошо, нормально, просто у моего отца была депрессия, там, он, кажется, 3-4 года не выходил из комнаты. Не хуя себе. Не совершал ошибку, да. Серьезно, 3-4 года не выходил из комнаты? Не, может, он вас наебывал. Нет, это причины, наверное, тому были. Ну, не знаю, у него была депрессия, я не знаю, какая депрессия просто. Казах, спасибо, папа. Да. Просто у казахов не бывает депрессии? Они сразу не решат. В априори, ну, типа, нету даже перевода на казахском депрессии. Вот почему у русских, у англичан есть депрессия, 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 депрессия. Чуть пожить-то бы. Она жесткие вещи говорит, я сейчас не про национальности, но в целом, по статистике, Казахстан входит в топ-5 стран среди взрослого населения мужской суицерии. Потому что мы не знаем, что такое депрессия, просто сразу идем вешаться, а не психологу. Я вообще не понимаю таких людей, ну, типа, у каждого свое мнение, ну, типа, хоть раз, вообще именно стендап-комики, именно стендап-комики многие, бля, из себя жертву делают, блин, ну, типа, бля, типа, я, у меня были суицидальные мысли, блин, э, куда, м, зиме, умерсерсишь, нахуй? Че за хуйня, все, заебись у тебя, нахуй, бля, я понимаю, ну, типа, если бы сказал бы, инвалид, который не может ходить, и, бля, у него ничего нет, вот, бля, я не хочу жить, типа, да, я тебя понимаю, а вот человек, который, заебись, нахуй, типа, все у него есть, и, типа, блин, у меня что-то депрессия, блин, что-то я, наверное, повешу себе, бля, кушь, пожалуйста, вот, бля. Аман-джан, амбассадор, шмали, может быть. Мне теперь надо стать садильбеком, чтобы умереть, да, боже. Не, прикольно, что мы позвали в один выпуск Аман-джана, который такой, бля, умер, диздец, нахуй, амбассадор, и Дарьгу, который, ну, не знаю, семья прям, рот ебись, конечно. Не знаю, я не хочу обесценивать чувства, потому что, в первую очередь, это чувства, они, ну, ты их не можешь им дать до конца даже определением. Если ты чувствуешь, значит, ты чувствуешь, что ты хочешь суициднуться. У всех же было такое, ты утром просыпаешься, ты такой, я устал. Я не хочу жить. Вот, вариант, это просто, тебе просто повезло. Да, да. Ты как-то миновал, брат, этот момент. Миновал, я тоже, я не из богатой семьи, вообще, брат, но я об этом не говорю особо так. Нет, там даже не социально. Это вам повезло, вы в Алма-Ате родились, я из Уральска, я, блядь, через тернии сюда дошел, ебать, а вы сразу же в Алма-Ате, блядь, нихуево. Да, кстати, я был. А я, блядь, все еще снимаю квартиру, ебать, я университет за 7 лет, я все еще снимаю квартиру. Только в Казахстане, блядь, у казахов нету квартиры, заебал, что за хуйня она? Как у всех есть там квартиры. Я снимаю квартиру. Квартиры казаха под бюллетенем под номером 6. Нет, нет, немцы за Манжару. Почему 6, почему не 7? Чуть-чуть меня это уже напрягательно. Чего именно напрягает? Ну, блядь, ну, у каждого, конечно, свое мнение, я понимаю, я все, ну, типа, ну, блядь, с одной стороны, не знаю, блядь, на ровном месте просто тоже, блядь, хуйней страдать тоже не буду. Я просто хотела про бедность разгонять. Не, я вообще не про тебя, я сейчас не про тебя имею в виду, я много таких людей просто. Братан, мне кажется, нельзя обесценивать... Ну, здесь еще только я такая. Нет, почему? За камерой есть люди, которые... Ну, вот женщины, ебанутые же, не про тебя сейчас там, ну, же... Ну, нахуя вот эти вагины, блядь, у них, ну, вот это... Есть еще это Миша сказал, перемотать назад, я такое не говорю. Женщины, я вас люблю, вы классные. Блядь, женщины, я вас люблю, но не тебя, дорогая. Я провел аналогию. Не, я имею в виду, мне кажется, нельзя обесценивать эмоции других людей. Так я же не обесцениваю, вы из меня сейчас делаете, я обесцениваю. Я просто говорю, типа, я говорю, я не понимаю. Я просто говорю, идите нахуй не грустите. Я не обесцениваю, но я говорю, идите нахуй не грустите. Нет, грустить должен тот человек, у которого вот по факту вот... Бля, просто... Факта у каждого разные. Вы зайдите на сайт Асаруме, нахуй, охуеете просто, и все. Привет, это снова Мини Мишан. Асаруме, это благотворительный фонд, который занимается тем, что помогает малоимущим и другим незащищенным слоям населения в Казахстане. Я вам серьезно говорю, ваш жардай вообще кайф покупал. Братан, дело не жардай. Не-не, в сравнении все можно вот так привести, искать даже того, кого пырнули в печени, сказать, ты что, дурак, что ли, тебя даже не изнасиловали? Ты кровью истекаешь только вот с бочины, а очко целое. А еще мы тебе могли наркоты подкинуть. Все, иди. Не, ну мне кажется, кого в бочину пырнули, ему чуть не до депрессии будет, нахуй, уже. Он не будет думать, бля, еще, бля, на работу завтра вставать, бля, че. Чуть-чуть у него другое уже будет мышление, мне кажется, там. Не, братан, смотри, я попытаюсь объяснить. Я тоже раньше был таких взглядов во многом, и во многом ты даже прав, потому что есть люди, которые без причины, это правильно. От безделья. От безделья, которые просто привлекают внимание к себе, у которых вот этот синдром ребенка, которого недолюбили, знаешь, просто... Ребенок все еще, боже мой. Дорига, ты вообще молодец, ты вообще... Дорига, блин, я вообще не про тебя сечу. Просто много таких у людей, много людей таких, много встречал. Среди комиков, да. Среди комиков именно, много таких. День комика выглядит же вот так. Ты проснулся в 4 дня. Да, да. И ничего не делаешь все остальное время, и потом приходишь, выступаешь, и опять лежишь. И, конечно, что тебе еще делать, кроме как грустить? Нет, просто мне кажется, что самокопание, оно неизбежно ведет к каким-то таким мыслям, но это открывает в тебе новые точки зрения на многие вещи. Потому что если ты всегда такой... Ты плов, телки, солнце, собачки. Что ты можешь рассказать о боли? То есть комедия, это же всегда... В любой шутке есть пострадавший. Не, но вы тоже в крайность сейчас уходите. Я же не говорю, чтобы живете так. Бля, это вода жда... У нас есть вода, боже. Надо просто баланс держать. Да, нет, я о том, что... Радоваться надо, когда надо радоваться. Сто процентов. Но грустить сто процентов? Бля, ну ты не изменишь ничего от грущения? Ой, я максималист. Я максималист просто. Я сто процентов буду радовать, судьба... Сто процентов грустить. Да. Ну что, как вы? Не пожалели то, что меня позвали? Нет, точно нет. Это интересно. Ну типа, у меня тут дёрнуло, короче, одни моменты бывают, короче, ещё там... Нет, это очень интересная дебата. Из-за этого, наверное, сейчас сказывается. В моменте какие-то флэшбэки, он такой, афган, слева, вспышка слева! Нет, это очень интересная дебата просто. Амаджан, вот, аргументы кидает, а я просто сижу и... Мне кажется, это обесценивание всё равно. Когда ты говоришь, не надо... Ну то есть можно требовать от людей относиться проще, но когда кто-то конкретно ноет и говорит, эээ, Джаламаш, ты не знаешь его деталей, ты не знаешь его мозга, ты не знаешь... Так я же описал, видишь, я описал такого человека, у которого есть дом, всё хорошо, машина, и он типа, блин... Даже он, братан, не имеет права. Прикинь, у него врождённый какой-то страх социума, ещё чего-то, ты же не можешь знать. Ну то есть нам эти проблемы не близки, потому что, конечно, знаешь, есть такое, часто говорят, а у тебя работа хуйня, а шахтёры сейчас кашляют углём, и всегда можно так сделать. Ну то есть... Это их выбор просто. Я имею в виду, что даже если у человека невероятно успешная жизнь, дома Порше Каен и оба родителя любящих, и он родился в Лондоне, это всё ещё не значит, что он не имеет права депрессовать, самокопанием заниматься, выяснять, разбираться со своими эмоциями. Наоборот, я считаю, надо поддерживать, чтобы люди разбирались со своими эмоциями внутри, потому что это приведёт к тому, что меньше людей в петлю полезет, ну то есть и прыгнет с крыши. Я хочу участвовать в этом социальном эксперименте, если кто-то видит, сделайте мне виллу Порше Каен и дайте мне жить грамотно, и наблюдайте за мной просто, как я буду депрессовать. Хуй вы это увидите, я буду, блядь, кастармен, моткармен, бассейн, не, 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 я уверен, надо, тебе надо, халат, пен, там, что там, короче, блядь, три месяца, три месяца, да, два месяца, три месяца, они же прожили эту жизнь, да, это, понимаешь, отсутствие денег дарит тебе определённое несчастье, но когда они придут, несчастье тоже не уйдёт, оно будет у тебя, потому что у тебя будут новые запросы, конкретно ты устроишь своё материальное положение, и всё будет круто, в моменте ты скажешь, я устал от этого всего, мне нужна жена, мне нужен ребёнок, и начнёшь в эту сторону загоняться, что ты никому не нужен, потому что я знаю человека, он мой друг, я буду не говорить, у него есть донерка, две донерки в Алма-Ате, и всё хорошо по деньгам, всё вообще отлично, и стендапом занимается 10 лет, снимает шоу прекрасное, всё хорошо, в коричневых найках сидит оригинал, всё отлично, но он... Знает казахский, а? Знает казахский, когда лучше тебя. Да, казахский знает, лучше меня он служил в армии, просто моя биография пошла, и я должен сделать вид, что я не бан. А это про тебя же, да? И типа всё равно человек с материальным нормальным положением, он всё равно моментами, он загоняется от того, что он одинок. Если этот человек нас слышит, я хочу посоветовать, когда, например, вот у него всё хорошо, и у него будет ощущение, блин, я устал, ему надо дальше вот спеть песню, и его отпустят, типа, я устал, хочу любить, но так, чтоб навек, а ты да... и всё уже отпускает, типа, и всё, погнали, караокера, всё, всё, отпускает, посоветуй этому человеку. Короче, мне кажется, деньги имеют сверхценность, пока у тебя их мало, когда у тебя их становится норма, то есть нормально или дохуя, там уже не такая большая разница, чем ничего и какой-то... Вот, я хочу ощутить это сам. Дайте мне эту возможность, я словам не верю. Если космос всё слышите, дайте мне эту возможность, я проверю, насколько правдива эта теория. Ты, братан, на правильном пути, у тебя очень хорошо получается в комедии, всё будет, только, мне кажется, терпение снимать видео, и всё. Всё, всё, отши. Слава дал заход, и вот Дарига сказал про бедность, и мы, по-моему, не закрыли эту тему таки, хотя... Ну, про бедность, как можно закрыть? Там вытекало. Деньгами можно закрыть, всё. Моей семье отправь на кастырь сейчас. У меня пахан из комнаты, выйди до банкомата. Прикинь, пахан такой, ну я тебя услышал, Даригуша. Впервые за пять лет. Хит, трусы. Дарига, а в школе ты попадала под те списки, которые малоимущие им питание давали? Я, блин, я была... Я просто был в этих списках, и типа я сейчас просмотрю, насколько ты бедный. Я был в этих списках, давай. Бля, в Аманжана, как будто Жириновский иногда вселяется. Не, не Жириновский. Почему Жириновский? В казах пизнах. Пошёл нахуй, Жириновский. Ну как бы, блин, у нас же нет... Не, типа я был, я был, ну типа, я могу называть себя бедным, если я был в этих списках, я всегда, ну типа, получал, я могу называть себя бедным, получается? Ну ты был в бедности. Но я не хочу называть себя бедным. Это мышление, брат. Суицарь. Я. Суи-ци. У тебя был бедный папа и богатый папа, или как? Не, не, у нас нормальная семья была, типа, папа и мама. Типа не было, бедный папа и богатый папа. Не в Голландии, мы жили, типа, Урал, да? У меня папа обычный сантехник, мама обычная учительница была. И вот, типа, мама. Ну если, вот-вот, пример, опять-таки, если ты не входил в этот список, зачем себя терзать? Богатый папа в другой семье, Ври. Нет, кстати, про Жириновского там. Просто, блин, казахи Жириновского, ну, блин, в казахской версии, кто Жириновский? Ну, казахская версия Жириновского, у нас... Нету казахской версии Жириновского, у нас все нормальные люди. Ну, кстати, про этот список, блин, я была слишком гордая, чтобы... Я сказала, не надо лучше, я буду ничего есть, чем просто получать такие деньги. Ты просто не ела? Нет. Я не хотела есть бесплатную еду, просто. Я не хотела принимать помощь от государства просто. Нет, а вот что ты ела в итоге? А, кстати, да, просто я помню... Обожаю тебя. Да. Нет, кстати, помню одну историю, я была, кажется, в девятом классе, либо в восьмом, и у нас дома не было ничего, чтобы забрать с собой на школу, да, в школу. И у нас еще не было в карманах денег, и я сижу... И карманов не было. Да, карманов тоже, боже мой. И я думаю, блин, что забрать в школу? Просто там... У нас дома был только хлеб, вот в лепешках, была только лепешка, я просто брала лепешку, половину, и реально, на перемене я просто ела этот, кушала этот хлеб, и у меня одна классница спрашивает, дорога, что ты ешь? Я отвечаю, хлеб. Она такая, туф, блин, ты не модный. Нет, ты не модный. Я просто не верила, она не поверила, что я реально ем хлеб. Это каллидж по-казански. Вообще не в моде. Лепешка, лепешка, последний тренд, это самсы. Тандыр. У тебя нет денег, чтобы купить хлеб. Блин, еще и... Эй, Джессика, пошли отсюда, она жрет лепешки. Тогда купи пирожное. Хлеб всему голова надо было сказать, и типа... Шашнджелу Гордецов знала. Нет, она реально не поверила, что я реально ем хлеб. Она думала, что я шучу. Зато ты умнее ее. Как можно не понять? Это что? Это что? Хлеб? Ты не модная. А как большую круглую в рот засунуть? А ты такая, блядь, с кем я живу? Конечно, тогда суицидальные мысли будут. Тогда я понимаю, да. Ебать, с кем я учусь, вот твоя мать. Она не знает, как есть хлеб. Да. Она знает, что люди едят хлеб. А я из дома, вот когда домашнюю еду, я в банку, короче, мне приносили. И все, когда в столовую ходили, я пиздец, как будто рабочий из завода нахуй. Банка мемблай, нахуй, так нахуй, ебашь. Типа нормально мне было? Это очень смешно. Почему об этом не? Ну, мне кажется, хорошая шутка. Я скоро, раз про бедность вам нравится, скоро, блядь, сольник выпущу. Не, не, это про жизнь. Сейчас про бедность говорить, как будто бы, не знаю, тренд-мода. Мы можем говорить, что мы были бедные в детстве, как будто что-то сейчас изменилось. Ну, ладно, у вас изменилось, у меня еще нет. Не, у меня, у меня, не было, что я в списках был, но у нас, допустим, в семье три брата, мы тоже друг за другом форму донашивали, и у меня было 60 тенге в день. И я тоже, типа, ну, то есть, и когда я приехал, мы же переехали из Германии в Алмату, что, согласен, звучит как уже, вау, что за жизнь из Германии, но справедливости ради, мы на машине восемь дней ехали, чтобы ее здесь продать, чтобы найти бабки, какое-то жилье найти. Немецкую машину? Да, естественно, автобус вот этот. Я думал, в Германии, наоборот, на казахских машинах. Параллельная вселенная. Это же чисто казах, конечно, бери, права рук. Где-то в Лейпциге, давай, в Казахстан, машину пригоним, казахстан, немцы. Короче, и что, мы восемь дней ехали, и у меня здесь впервые был туалет, который вот уличный, знаешь, а я европеец, я для меня вообще, я такой, а где смыв? И я три дня терпел, в Тастак ездил кенту, чтобы в туалет сходить, клянусь, потому что я вот так на автобусе час ехал, чтобы в туалет сходить, потому что я не понимал, а что я как собака, вот так, и пошел, ну типа я, потом уже я понял, что вообще беды, это лучшее, что мир изобрел. Дайте расчет ваших родителей. Все четко. Ну хватало же, главное же все. Ну да, вот я два пирожка и один сушняк. Вот так делился. Не знаю, я, короче, тоже был, ну вот, в этом слою населения, давайте так скажем. Да мы все были в этом слою. Ниже вот этого среднего, но были золотые времена, когда моя бабушка торговала спиртом. У меня бабушка фифти цент, бля, она, она, она барыга была, она, короче, брала спирт, разводила и в чистые вот такие вот бедылочки просто алкашам продавала и это были просто, я с ними кинтовался, ну типа они. Ты когда бомжей видел? О, потенциальный клиент. Да. Я флайеры раздавал возле того. А цирроз печи не интересует? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И типа тогда, я помню, я в школе ходил, ну в такой одежде, не модной, но я ходил, я такой, у меня 120 деньгет, нахуй. Блин, 120 деньгет, это, конечно, тогда мощно было. Тогда это мощно было. Я тогда, такой, золотое руно, помните, был по истории, типа, какая-то олимпиада, где ты платишь 120 деньгет и покупаешь эту херню и участвуешь в ней. Золотое руно, кенгуру, это лотерея для школьников, в которых могут участвовать школьники, то есть это своего рода лотерея-тест, в рамках которого ты получаешь сертификат, что ты участвовал и набрал такое-то количество баллов, это было очень популярно в начале нулевых. Альтернатива у нас на казахском была, кенгуру, вот это вот, альтернативы. И я помню тогда, я сидел с этими 120 деньгет, и она говорит, ребят, кто будет, а меня всегда не спрашивают, потому что знали, что я минус, и в этот день я сижу такой, ехала, как король мира, ехала, и заполнил наугад эту хуйню. Просто чтобы показать, что можешь поучаствовать. Да, да, да. Вот так вот. Так у тебя же тоже прям Джордай тревожный был, насколько я понимаю. Да, да, очень тревожный был. В Чималгане. Да, я вот, бля, я так не хочу вспоминать, он тревожный был и в Чималгане, и в Москве. Он тревожился всегда, он всегда, я просто, вот понимаете, последние 7 месяцев я вот так иду и думаю, это правда, что ли? Я могу завтракать в Little Brazil? Я вот так сажусь, и темнокожие вокруг меня бегают, и я такой, вау. Мясо нарезают. Да, я такой, вот это мясо дай мне. Отлично. Но я каждый день думаю, что завтра закончится. Каждый день. Вот пока есть возможность. Если будешь так, будешь завтракать, то... Закончится. Ты тоже что за пессимист? Как, мать моя? Я матери не говорю, сколько я трачу на завтраке. Не надо. Вот я матери сейчас пытаюсь дом весь обустроить, и бля, так, я понял, что наше, наше вот поколение родителей, оно уже не изменить мышление. Уже все, уже все не изменить. Я матери скидываю деньги на ванну, типа дома сделать, чтобы не было вот этого уличного туалета. И типа, да, там до сих пор был уличный туалет, и, короче, мы начали делать, и мне мать звонит, говорит, Что за цены? Рабочие пришли, начали работать, за три дня знаешь, сколько взяли? 20 тысяч. Я хотел сказать, мам, это, это повезло же еще. Это в Старбаксе три капучино. Да, да. Я не стал говорить, это такой, ужас, мам, ужас. Это, бля, одна футболка в Казах Репаблик, брат. Привет, это опять Мини Мишан, сегодня меня дофига, я знаю, Казах Репаблик. Это казахстанский бренд одежды, который делает одежду с всякими казахскими надписями, прикольная, крутая одежда, в общем, такие дела. Пока-пока. А типы копали септик четвером за 20 тысяч, и мать такая, дорого! Вы должны мне заплатить! Я думаю, вам возможности физически развиваться! Мне кажется, мать вообще... Да, родители, они такие, это точно. Вот копаешь, это же септик же, а если вот так вот длинную гору сделать, это антисептик. Получается, если теория сейчас создается, люди старше 55 лет, инфляция их обходит. То, что для них, типа, они не чувствуют то, что что-то дороже стало. Да, они, например, всегда в Советский Союз приводят развалы и рассказывают истории, что было еще хуже. Нет, так у меня, у меня тоже так, то есть у меня, в принципе, я не скажу, что все, но тоже родители такие же. То есть любая поломка дома, я не знаю, крышу ветром снесло, и пахан такой, а нахуя нам специалисты? Вот эти руки тебе, че? Лучше, чем я? Вот это. Никто не сделает. А проблема, когда папа говорит, лучше, чем я, он умеет, я и ты, сынок. Вот в чем недостаток этой ситуации. Блин, иногда. Я говорю, я оплачу, загони специалиста. Твои знают, специалисты. Каля-маля, за посмотреть 500 миллионов. Все это. Я тоже так хотела, хочу рассказать про родителей, я ничего не знаю про них. как вам такое настроение. Так, че? Слава был, дорога была. Что, Аманжан, есть что в кино? Хочешь я, без разницы? Давай, ты в кино. Давай. Я пока все придумаю. Нет, у меня есть просто, я вспоминаю. Так, смотрите. Это как будто в школе у доски стоишь. Я знаю, я просто. Я знаю, я знаю. Через одного можно. Я просто кишейки хонах торги летит, дерьмен, кишейки свет полмайгал, тут надо. Детский лавор. Так, хорошо, смотри, вот что я подумал. Короче, я хочу очень сильно в Америку попасть. Я не знаю, может быть не в этом, в том году хочу, ну, типа попробовать. В том году попасть. Это past simple. Past continuous. И для этого мне нужна машина времени, дерьмо, чтобы попасть в прошлое. В том 2024. Я просто подумала, в этой жизни или в том. Джерри или Том? Я могу до бесконечности эту хуйню хуярить. Давай, я Том Хилфигер. Хилфигер, да. Том Пак, я не знаю, да? Том первый. Том первый, отлично. Том Ян. Том Ян. Том и Джерри. Отлично. Это было? У тебя вторая часть? Да, да, да. Вторая часть. В кино, в кино. Да, в кино. Короче. Том Агавк. Том Агавк, да, отлично. Томсон. Короче. Бля, это будет бесконечно сейчас, ладно. Подождите, Том Форд. Вы у меня уже утомили. Так, смотри, в следующем году, то есть в том, хочу... То есть мы о том? Да, да. Хотелось бы попасть в США, повыступать, я понимаю, что там очень сложно, но вот что я понял, я пытаюсь написать какой-то материал сейчас на английском, типа рассказать про Казахстан, потому что для них же вот это Пакистан, Казахстан, сразу все вот это, типа поезд, до свидания. Да, я, кстати, устал объяснять немцам, которые говорят на английском, где Казахстан. Я вот так напротив него снился, такой, так, do you know Russia? Yes. Do you know China? Yes. Must better and middle. Нормально. Короче. Я это поняла, боже. Ты не поняла? Я это поняла. Do you know баханди? Oh, yeah. Вот, вот, вот. Димаш Кодайберген. О, yes, yes. Короче, да, ну вообще много таких приколов. Я в Тайланде тоже был прикол у нас, я танцевал эту, как она, лимба под двумя палками. Ну, не в смысле геи слиплись, а вот, ну, палки. В смысле артист вот так висит лимба. Да. И надо под ней проходить, короче. И я очень хорошо, у меня получается это, я пьяный очень сильно. И он такой, great job, man, where are you from? Казахстан. Он такой, а, Казахстан? I know. Борат, yes? Я думаю, эх, вот так вас поиграем сейчас с тобой. Я говорю, yes, yes, Борат. Where are you from? Он говорит, Италии. Я говорю, I know. Муссолини, yes, окей. Один, один. Миша в Таиланде это отдельный вид человека. Это здесь он работает, это другой человек. Вот это здесь он работает, с утра встает, что-то делает, постоянно ответственность, пахану помогает там. Вот сейчас добавлю, вот за рубежом, когда выезжают, все казахстанцы, они уже все, патриотизм вообще зашкаливают, там уже он, не Миша уже, макей, вот это вот. Там, кстати, знаешь, это не только мы, все казахстанцы себя так иду. У нас в отеле были типы, которые клянулись, там вот так что-то и рядом, и я такой, ну ладно, много языков, и наши такие, я заевал, я такой, о, салам, это наши. И они вот так на ступеньках коньяк хуярят, короче. Казахстан. Да, Казахстан. Я знаешь, что понял? Мы, казахстанцы, не едут окунаться в культуру Таиланда, мы Казахстан с собой, брат, они в моменте бешпармак делали, клянусь, там манго в какой-то момент вот в Америку хочу съездить, вот о чем я начинал, и я очень хотел бы туда попасть, начинаю какой-то... А в каком году? В том. И я очень хочу туда попасть, и я начал думать, а какие есть различия, ну то есть вот такие, я заметил, что, ну у них же культура улыбок, то есть они, ну то, что все видят, это вот это, ну вот это, фейковые улыбки, когда на самом деле им глубоко наплевать, как у тебя дела, но как дела, они спрашивают, я подумал, в Казахстане, в Казахстане наоборот, у нас иногда фейковые угрозы можно считать, то есть у меня был концерт, после концерта типа вот так подходит, я думаю, бля, еще здоровый такой, знаешь, полтора казаха, и вот так ко мне идет, и типа вот так, и руку чанит, хороший концерт, брат, базар жоп, я думаю, эма, ты жестко меня напугал, одним своим видом, ну то есть, и вот, и вот об этом всем думаю, там еще же миллиард бомжей, я думаю, как с ними там общаться, они же агрессивные все, все говорят, ой, не надо общаться с ними, я смотрел видео, по сути, да просто, да просто с ним проходи, игнорируй, не надо общаться с ними, ничего хорошего, или ты английский проверяешь, любой носитель типа, ты думаешь, вот такие бомжи у меня, я настолько круто живу, что у меня бомжи, hello, good afternoon, sir, он не только носитель языка же, он же еще там, псориаз может тебе подкинуть, ну приедешь, будешь выебаться, импортный, да, это не просто герпес, это from New York, родственники будут спрашивать, а что принес, что принес, ой, сейчас покажу, да, 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 вот, короче, не знаю, просто думаю, с чем там можем столкнуться, мы казахстанцы, а может сначала надо столкнуться с визой, да, конечно, это же самое сложное, ты уже знаешь, как ты собеседование будешь проходить, ну они сказали, в течение трех дней придете, пообщаемся, типа, ну якобы все просто, но пока не знаю, это казахстанская сторона, как я понял, через течение трех дней, пообщаемся там, короче, это казахстанская сторона уже, без деклер, коньяк, маньяк, зацпи, общение, печенье, и уже все, улетел, считай, да, 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 вот, ну я не знаю, короче, я думаю просто о том, какие есть культурные различия, вот я вот этих бомжей, я смотрю видосы, и все жалуются, почему именно бомжей, ну вот все жалуются, они говорят, вот Нью-Йорк, это агрессивные бомжи повсюду, это типа грязный город, и все такое, крысы в метро, я думаю, прикольно, конечно, ну то есть, мы же, у меня было представление о Нью-Йорке, типа знаешь, спайдер-мен, вот туда, один дома, Уолл-стрит, один дома, все живут потрясающе, знаешь, там, оказывается, тоже там, не, у нас тоже агрессивные бомжи, нет, сейчас я как-то подралась с ними, там, ну-ка, ну-ка, расскажи, за хлеб, это, случайно, не одноклассница была, на Арбате встретила, и она такая, я что поняла, я так обожаю хлеб, оказывается, да, ты в прошлой жизни голубем был, он изначально был моим хлебом, так что это, это мой хлеб изначально, прикинь, даригана выпускного, ладно, извините, тупой вот, ты говоришь, простите, нет, так что там, у нас тоже агрессивные бомжи, у нас не хуже, а тебе агрессивные, мне наоборот, максимально интеллигентно образованные всегда встречаются, уважение, я, который дарит, кисер мутнем, энем, ослай хабар ласханма, а уржах дай воптурбрах, ненда, саль, саль, и если дашь, он же больше, чем мать тебе желает, он тебя провожает, просто всем, и в конце такое, и стих рассказывает, я знаешь что, мне, мне, мне нравятся бомжи, которые такие, честно скажу, честно скажу, на водку, я думаю, бля мне, нахуй твоя честность, где спектакль, ну где вот это, однажды, весенним днем, цунами накрыло мой дом, блядь, в Алматинской области, с тех пор, я хожу, и помогаю голубям, ну я не знаю, спектакль какой-то, знаешь, небольшой, они же всегда, у них истории невероятные, у меня там, да, так случилось, причем я им всегда же, всем говорю, приходи в кафешку, у меня кафешка, я говорю, придете, подметете, дам деньги, всем, я говорю, я просто так деньги не даю, за работу даю, вот работа, завтра приди, есть работа. Там много подметать, брат? Не, не так много. А сколько дается там? Ну типа, чисто здоровой подключились. Два лаваша, и лепешка тандыра. Ты еще хлеб нам один предложишь, мы попиздим сейчас, да. Я не знаю, я где-то прочитал, короче, что каждый раз, когда к тебе подходит бомж, это вот, ну из своей вот этой эзотерической херни, я где-то прочитал в какой-то книге, что это твой учитель. Ну типа, по жизни, понимаете, он учит тебя милосердию, и каждый раз, когда ты даешь деньги, надо давать чуть-чуть больше, чем ты планировал дать, например, он такой, дай 50 деньги, ты такой, дай, я дам тебе 100, дай 150, и это запустит обмен энергии, и тебе придет еще больше, и надо всегда спрашивать имя, и каждый раз я забываю про это, я даю ему деньги, он уходит, и я кричу, эй, эй, как звать? И он такой, рахат, я такой, научил. Мне прикольнула фраза, что бомж учитель, я представил, как ты на шпагате над водопадом сидишь вот так, с бутылкой водки, пей до дна, только познав дно, ты познаешь себя. ну типа, он тебя учит доброте и милосердие. Да, я понял. Но я каждый раз, конечно, ну я тоже, что за тип, я даю и такой, ты видел? Да, ты не чест, ты на самом деле не искренний. Да, так мне похуй, пусть умрет, мне вообще поебать, абсолютно, вообще, иди нахуй, хочешь сказать. Но я такой, а? Я такой, как, как? Если прям так даешь, ты же подозрения вызываешь. И бомж такой, не, 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 пизду, пизду, себя оставь вот это. Не, я каждый раз, как будто я Каспий-чек скидываю, а? А че, а че ты ждешь, что тебе бог типа, перевод поступил, вот так вот. Вот так вот. Облако. Да, вот так вот. Хожу на облака, смотрю. Вот, вот этот кулак, нормально. Случай у меня был вот относительно, наверное, три года назад, вот так скажу, три года назад вот на Гагарина, вот на Гагарина у Тепова, вроде, или на Гагарина, там, Магнум, знаете, на Гагарина у Тепова, Магнум. Верхняя часть города Алматы, Магнум, торговый центр, это супермаркет. И вот я туда иду, короче, ночью, вот так иду, короче, не так прям иду, просто так, иду вот так вот, короче, издалека вот так вот, никого нет, и вот так вот, Алкаш идет, бомж, короче. И такой, я так смотрю, типа. Типа на меня, да, скорее всего? Все, все, я так жду его. И направляю его, давай, давай, хорош, хорош. Он вот так шататься, ко мне пришел. И говорит, вот, братишка, вот так вот. Карн Машватер, что-то у меня есть хочется. Я говорю, все, все, ага, сейчас. И помелче даю, он говорит, нет, нет. Баханди, купи мне, детьми. Там рядом Баханди стоит. Я вот как вот это вот, ну, типа, думаю, ну, может, но снахшер. Ну, типа, проверка может, да? И вот с бомжом в очереди у киоска Баханди стоим, короче, вот так вот. Там люди вот так вот, два человека так прошли. Я говорю, Саламон Стат, хотя вот, куриный бургер можно, пожалуйста? Он сзади меня на плечу вот так хлопает. Нет, нет. Я вот так смотрю, типа, что? Не-не, дабл-чиз, говяжина. Я вот так, типа, посмотрел на него, типа. Син, пиздец, шарсы. Ну, типа, я думаю про себя. Бля, это как, в казино же я хочу помочь, но нужно же знать момент, когда остановиться тоже. Вовремя встать из-за стола. Ну, типа, да, типа, куриный нормально же, ну, типа, тоже, а он разбирается, оказывается, в еде, нахуй, гурман пиздец, оказывается. Возможно, он это меню разрабатывал. Да. Не, ну, типа, Баханди, я себе не всегда, типа, Баханди позволяю, ну, когда деньги капают, я думаю, бля, стоит купить или не стоит, да нет, вредная еда, нахуй, я не буду покупать. А прикинь, это как мошенничество с Тиндером, они тянут тебя на свидание и просят купить билеты на сайтах, где нету. И у Баханди есть такая же акция, они бомжей нанимают, подходят на милосердие и такие, нет, нет, максимальное комбо. Кстати, сейчас время такое в натуре. Одни пранкеры, одни вот эти снимают, поэтому, да, лучше помогать, чтобы не стать героями ролика. У меня есть один заход в стендапе, который меня мучает постоянно. Я не могу добить его. У меня этот блок написан на 15%, и я вам сейчас скажу, и вы поймете, где он заканчивается. Автобус. В автобусе есть же вот держатели, которые держишь вот, ну. Ну, типа, когда, если автобус резко остановится, ты можешь удержаться вот так, и безопасность, типа. Но я заметил, в некоторых автобусах есть держатели, которые, ну, вообще не держатели. Ну, типа, с ними вот так ходить можно вот так. Типа, остановка, сколько? Четыре остановки создали, я с автобуса дойду вот так, в принципе, да. В какой-то момент в душе 70, с этим стоишь уже? Вот, я отсюда дописал, и все, даже не знаю, как, ну, типа. Не, автобус еще нормально, вот, у нас раньше вот, ну, сейчас уже редко в уральске маршрутки, газели. Еще есть такие газели, которые, ну, типа, они тонированные, тонированные, как правильно, ну, похуй, короче. Не видно? И ты надеешься, то, что меньше, наверное, людей, и как двери открываются, ебать, жопы, вываливают сразу на... Ёпта, а тебе ехать надо, потому что последняя маршрутка нет. У тебя нет варианта, у тебя нет варианта. Ты уже вот такие звуки оттуда сам в своей голове слышишь. Я еще, знаешь, что помню? Я жил в Алматинской области, и автобус, который ездил на моего дома, это был не вот этот модный фешенебельный алматинский автобус, а вот этот, который китайцы для маленьких китайцев проектировали, знаешь, который вообще для ящиков, по идее. У меня рост метр восемьдесят восемь, я вот так захожу, я всегда вот так ехал в этом автобусе, бля, всегда. Ты про лифаны говоришь, да? Вот эти вот, которые у них, фары вот такие вот, ну... Да, 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 да. Дверь вот эта, которая уезжает куда-то в Каскелин, блядь, чтобы зайти, ну, вот это, вот эти автобусы. И вот, и меня все равно сделало, что я там, окей, я был воспитанным человеком, то есть я такой, да, уступить женщине, пожилым жене, окей, окей. Но почему-то все такие, а, вот этот длинный, у него руки длинные, мелочь передай. И я всегда, я всю, всю поездку хуярил, блядь, просто изучал нацвалюту. Еще звук не хватал, да, вот этот пип? Да. И кондуктор никогда же не, ну, типа, он всегда знал, кто не заплатил. Никто мимо не проходил. Да, кондуктор это жесткий тип. А вот слово кондуктор вообще, ну, производная из чего вообще идет? Конт. Конт, да. Что это вообще? Контакт английское, собирать, принимать. Контакт, контакт, контакт. Кон? Кондакт. Английское слово есть контакт? Нет, контакт, это же проводник. Проводник. Проводник, провожать, да, контакт? А он реально же проводник, он тебя провожает. Да, ну да. А банан это маус. Прикинь, маманжан на боди-массаж приезжает, на ту кондакта. Да. Кто-то из комиков говорил, я на днях слышал, что сейчас, то есть у нас появилась вот эта европейская система. То есть я когда, я в Германии до четвертого класса жил, и там тоже такое было, то есть что автобус, не в каждом автобусе есть кондуктор или проверяющий. То есть там есть вот этот аппарат, ты пробиваешь билет и едешь. Но в Германии они вообще не палятся. То есть ко мне как-то подошел тип, я не заплатил за проезд, и у меня штраф там 80 евро что ли выставили. Там подошел тип в кожаной куртке, и вот здесь 6 сережек, клянусь, вот такая, ну то есть прическа, как будто с концерта кроли-шоу, только что из лужи проснулся. И он такой, пожалуйста, билеты предъявите. Я такой, ебать. И он вот это удостоверение достоит. Там вот это же лицо, срок концерта, блядь. То есть у нас в этом плане тоже начали так делать, я слышал в Алмате, что не везде проверяющий. Но у нас малдеры все в жилетках. Да, желтые паливы же сразу же. Чтобы сразу все-таки, а-а-а-а. Он еще сверкает же на... Да, ты можешь видеть уже вот так вот, и типа, о, сейчас мы на остановке походу хоть за... Походу сейчас моя остановка, да. Дальше пешком дойду, да. Может это господдержка? Они такие, но мы не будем официально всем бедным бесплатно разрешать ездить. Но яркие жилетки ебать. Вот это различие ментальности. Нам дают все равно, типа, вот лазейка. Да, я жил в Германии, в этом, там есть места по четыре. Для инвалидов и для пенсионеров выдавали специальные карточки, которые дают право на этих местах сидеть. Типа, мы социально уязвимые слои населения. А у нас просто общественные пиздюляжи решали, уступишь ты место или нет. Ну, знаешь, вот это одна бабка заводила. А уважение где? И рядом шесть человек. Да, действительно, ты что, вот так вот... И ты вот так едешь, я конченый человек, блядь. Пожалуйста, простите меня. Ты на рту приезжаешь другим вообще. Да. Ты думаешь, пизду, постою, постою, блядь, пожалуйста, присаживайтесь. Ну, это наше поколение. Сейчас вот нынешняя молодежь, которую, ну, вы же часто видео вижу в социальности, возможно, вы тоже видели. Ну, видео часто снимают в автобусе, где вот так, например, студент сидит, например, и типа студентка, например, или студент. Ну, типа, я не обязан, типа, вставать. И все начинают кричать. Ну, я не обязан, ведь? Как вы считаете, обязан человек вставать или не обязан? Обязан, обязан, я считаю, да. Просто некоторые в комментариях говорят, по сути, есть уже разделиться, уже мнение меняется у людей мышление. Типа, не обязан? Почему он обязан вставать? По закону нет. Нет, по закону нет, но типа, как? Кто двигаться по закону у нас может. Ну, не знаю, там надо же уступать вместо старым людям. Я думаю, что все старые люди, они же плохие. Потому что хорошие так долго не живут, во-первых. И так я начал свой разгон. Мне иногда нравится мир Дариги, клянусь. Нет, реально просто так, ну, это уважает старшего человека только потому, что он старше. Зачем? Просто он... Пусть умирает, да? Да. Он жил долго, дольше, чем я. Куда ты едешь? Зачем тебе это надо? Знаешь, Дарик, о чем я сейчас задумался, беспокоюсь? Вот сначала шел, сейчас уже, типа, итоги делаю. Все нормально у меня? Нет, нет. Турмскаш, халаса, вопрос у меня с таким мышлением просто. Сложным мне будет, мне кажется. Нет, глобально я могу отчасти согласиться в том смысле, что уважать человека за цифры в графе даты рождения, это странно. Просто это не вопрос. Ну, то есть, просто тот факт, что тебе 70 лет, ну, а может, ты детей ебешь, я же не знаю. Ну, обычно такие же и будут детей. То есть, 60 лет — это идеальный возраст, чтобы быть педофилом. Но, но, но. Но это его чувство, надо же понять же тоже человека же. Да, 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 да. Ты не знаешь же его же. Если он просит уступить место вот так. Это уже палево, да. Да, это палево. Это палево уже, да. В ухо тебе дышит. Уступи. Нет, это даже не из возраста, это просто воспитание родителей. Ну, воспитывали, уважать старших. Ну, типа, еще? То есть, я имею в виду, что я уступлю любому старому человеку место. Типа, мне родители не сказали, уважаешь старших. Но если ты увидишь то, что он ебет детей, тогда мне так не сказали. Но я это понимаю. Типа, в общем, да. Они в другом мире жили, там детей. Не знаю, я просто всегда очень классно спал. А потом, когда меня и будили, я очень классно отыграл. Да, да, конечно. А я в автобусе садился на то место, где вот Даня, единственное вот это вот, единственное, туда, блядь, чтобы спросить. Чтобы спросить. Айти надо. А я уже, типа, в углу, на все. Пригодно, с заднего окна автобуса выглядываешь, и там на колесиках на одном стуле вот так аманжан хуярит. Никто не займет. Не, короче, я, братан, я поясню. Я о том, что, конечно, надо уступать старшим. Я просто о том, что по умолчанию уважать всех. То есть, для меня это не знак уважения. Это потому, что у тебя старый организм. Тебе больно, тяжело, конечно, присаживайся. У тебя старый организм. Давай я умираю. Но не все старики потрясающие люди. Вот что я пытаюсь сказать. Ладно, что? Я надеюсь, вам было весело. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы делаем этот контент. Клянусь, за свои деньги в минус. Гости ходят, но мы пока все равно ничего не оправдываем. Нет, мы со Славой, это наш канал. Но сегодня были офигенные гости Амаджан Махметов, Дорига Белялова и потрясающие зрители. Спасибо, народ. Пока. Прикольно. Да, как сказаешь. Четыре минуты осталось? Да. Хотите, четыре вайна покажу грамотных? Так, окей. У нас какой-то выпуск очень интересный. У нас не комедийный. У нас социалочка. Брат, потому что пришли взрослые люди, брат. Да. А-а-а-а. Нет, реально взрослые люди. А мне даже не продают алкоголь. Реально тебя не продают? Здесь. Они боятся, что ты сопьешься, Дорига. Они такие, на нее смотрят. Ей не надо пить. Давай пока так походи. На хлебе. На хлебницу. На квас, он на хлебе. Класс. Квас. На хлеб. Кош. Пауэр. На. На. Квас. На. 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 Субтитры сделал DimaTorzok